Мои дорогие братья, сегодня вечером я хотел бы воодушевить носителей священства, которые порой чувствуют, что не справляются с грузом своих обязанностей. Об этом испытании я уже говорил. Я возвращаюсь к нему потому, что оно так часто возвращается в жизни тех, кого я люблю и кому служу. Большинство из вас обнаружили, что обязанности в священстве заставляют вас напрягать силы до такой степени, что вы уже сомневаетесь, по силам ли вам такое напряжение. Возможно, так бывало, когда вас просили выступить на конференции кола перед сотнями человек. Но вы обращенного могли впервые попросить публично помолиться или провести урок. У кого-то это могла быть попытка изучать язык в Центре подготовки миссионеров. Если это не заставило вас до предела напрячь свои силы, то это обязательно случилось на улицах чужого города, когда ваш президент миссии поставил перед вами задачу заговаривать за всеми встречными, чтобы свидетельствовать о Спасителе и о восстановлении Евангелия. Возможно, тогда вы думали, когда я закончу миссию, быть верным носителем священства станет легче. Но через несколько лет вы увидели, что не высыпаетесь по ночам, стараясь поддержать свою жену и успокоить новорожденного ребенка, проявлять доброту и любовь, стремясь получить образование, помогая членам своего корма старейшин, в том числе и с перевозкой мебели, и стараясь найти время для служения своим предкам в храме. Может быть, вы продолжали улыбаться, думая про себя. Когда я стану немного старше, от верного носителя священства не будет требоваться так много. Мне будет легче. Те из вас, кто уже прошел этим путем, чуть дальше улыбаются. Ведь вы знаете кое-что удивительное о служении священства. А именно, чем преданнее вы служите, тем больше Господь ожидает от вас. Но ваша улыбка – это улыбка счастья, потому что вы знаете, что Он увеличивает нашу способность нести более тяжелый груз. Однако суровая сторона этой реальности состоит в следующем. Чтобы Он наделил вас этой возросшей силой, вы должны дойти до предела в своем служении и вере. Это как наращивание мускулов. Чтобы накачать мышцы, вы должны дать им нагрузку. Вы доводите их до изнеможения. Затем они восстанавливаются и укрепляются. Возросшая духовная сила – это дар от Бога, который Он может дать, когда мы совершаем его служение на пределе своих возможностей. Через силу искупления Иисуса Христа наша природа может измениться. Тогда наша сила переносить трудности может стать больше, чем нам требуется, чтобы восполнить ту силу, которую мы отдаем в ответ на просьбу служить больше. Это помогает мне лучше понять, почему некоторым из тех, кого я встречаю, с виду легко служить в священстве. Я знаю, что они либо уже прошли тяжелые испытания, либо эти испытания им еще предстоят. И поэтому я не завидую им, а готов прийти на помощь, когда им станет труднее, потому что этого не миновать. Эта проверка наших предельных возможностей в служении священства необходимо в соответствии с планом Бога подготовить своих детей к тому, чтобы снова жить с Ним в вечности. Небесный Отец любит своих детей. Он предложил нам жизнь вечную, возможность снова жить вместе с Ним вечно в семьях и в славе, чтобы мы удостоились этого дара. Он дал нам смертное тело, возможность подвергаться греховным соблазнам и способ очиститься от этих грехов и подняться из могил во время воскресения. Чтобы сделать это возможным, Он послал нам Своего возлюбленного Сына, Иегову, как нашего Спасителя. Спаситель родился в земной жизни, подвергался искучениям, но никогда не грешил. А затем в Гефсимании на Голгофе заплатил цену наших грехов, чтобы мы могли очиститься. Очищение придет лишь к тем, кто поверит в Иисуса Христа настолько, чтобы покаяться в грехах, очиститься через таинство крещения и заключить, и соблюдать заветы о послушании всем его заповедям. И еще есть жестокий враг наших душ, Люцифер, который вместе со своими легионами не оставляет попыток захватить в плен каждого из детей Бога, чтобы лишить их радости вечной жизни. Движи мои своей добротой и проявляя великое доверие, Небесный Отец и Спаситель позволили немногим избранным сыновьям Бога на земле носить священство. Мы имеем власть и силу действовать от имени Бога, предлагая истинные Евангелия Иисуса Христа и Его таинства как можно большему числу детей Небесного Отца. Поэтому вы можете почувствовать, сколь велико доверие, оказанное нам Богом. И еще вы можете почувствовать Его высокое значение и то противостояние, с которым мы сталкиваемся. Неудивительно, что время от времени мы чувствуем себя почти на пределе сил. Ваша мысль, «Я не уверен, что могу это сделать», свидетельствует, что вы все глубже понимаете реальность того, что это значит, владеть священством Бога. Это факт. Сами вы этого сделать не сможете. Ответственность слишком тяжела и слишком высока для наших с вами бренных сил. Признание этого лежит в основе великого служения в священстве. Когда нас одолевают это чувство несоответствия, самое время вспомнить о Спасителе. Он уверяет нас, что мы совершаем эту работу не в одиночку. Самое время прикрепить некоторые стихи из Священных Писаний к своему зеркалу и вспоминать их в те моменты, когда вы сомневаетесь в своих способностях. Президент Томас Монсон вспомнил обещание Спасителя, благословляя меня полгода назад, бесстрашно стоять в моем призвании, когда мне казалось, что это слишком тяжело. Эти слова, сказанные Спасителем, своему крошечному отряду носителей священства в этом устроении, пришли пророку на ум, когда он возложил руки на мою голову. И там, где принимают вас, там и я так же буду, ибо я предыду пред лицом вашим. Я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и дух мой будет в сердцах ваших, и ангелы мои вокруг вас, чтобы поддерживать вас. Это обещание, которое я вспомнил и процитировал президент Монсон, исполнилось в моей жизни. На смену сомнениям пришла уверенность, пришел дух, были вдохновлены помогавшие мне врачи, мне была сохранена жизнь, и я ощутил поддержку. Благодаря благословению данному президенту Монсону, мне всегда будет легко помнить о Спасителе и доверять Его обещанию о том, что Он идет перед нами и рядом с нами в служении Ему. Я знаю обещание о том, что ангелы будут поддерживать нас реально. Возможно, вам захочется вспомнить и о том, как Елисей ободрил своего испуганного слугу. Это заверение дается и нам, когда мы чувствуем, что почти раздавлены грузом служения. Елисей столкнулся с настоящим и страшным противопостоянием. Поутру служитель Человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь с глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Как это было в случае со слугой Елисея, тех, кто с вами, больше, чем тех, кто вам противостоит. Некоторые из тех, кто с вами, будут невидимы для ваших смертных глаз. Господь поддержит вас, и порой Он будет делать это, призывая других встать с вами рядом. Вот почему у нас есть кворумы, вот почему их руководители смотрят на лица и в глаза членов кворума на собрании, вот почему епископ не только председательствует в кворуме священников, он вглядывается в лица священников. У вас будет такой епископ, такой президент кворума старейшин или такой президент миссии. И он придет вам на помощь и призовет других встать с вами плечом к плечу. Может быть, он призовет напарника, готового поддержать вас в служении, когда вам потребуется помощь. Это наводит, по крайней мере, на две мысли. Во-первых, нам следует распознать и радушно приветствовать тех, кого Господь присылает нам на помощь. Во-вторых, мы должны видеть в каждом поручении возможность укреплять других людей. Однажды президент миссии рассказал мне о миссионере, которого он назначал последовательно к 12-13 напарникам. Он сказал мне, каждый из его напарников хотел уехать домой раньше срока, либо мог быть отправлен домой, но мы не потеряли ни одного из них. Позже, когда я упомянул об этом тому самому напарнику, спасшему столь многих, в момент упадка духа, его ответ удивил меня и послужил мне уроком. Он возразил, я не думаю, что это правда. У меня никогда не было напарника терпящего недвачу. Я понял, что президент миссии раз за разом получал вдохновение посылать того ангела, который был нужен. И мы в своем служении тоже можем ожидать, что в нужное время нам будет послан помощник, который увидит нашу силу и воодушевит нас. И мы сами можем с радостью ждать возможности быть одним из тех, кого Господь посылает, чтобы поддержать другого человека. Я могу рассказать вам кое-что из личного опыта о том, как нужно помогать, если вы тот, кого посылают на помощь. Вскоре после того, как меня призвали в корм 12, мне позвонил президент Фаут, советник в первом президентстве. Он попросил меня зайти к нему в кабинет. Я шел к нему несколько обеспокоенный тем, зачем он специально выделил время на беседу со мной. После обмена приветствиями он посмотрел на меня и сказал, «Это еще не случилось?» Увидев, что на моем лице отразилось удивление, он продолжил, «Я наблюдаю за вами на собраниях. Мне кажется, вы считаете, что это призвание превышает ваши возможности и что вы не отвечаете требованиям. Я сказал, что такие сомнения меня посещали, что я словно уперся в стену. Я ждал, что он станет подбадривать меня. Я сказал ему, что ценю его внимание к моим сомнениям и попросил о помощи. Но меня удивил его добрый и твердый ответ. Он сказал, «Просите не меня. Идите к нему». И показал на небо. Теперь, годы спустя, я сижу в том самом кабинете. Входя в него, я смотрю вверх и вспоминаю его и то, как он своим примером научил меня, как надо помогать человеку, который чувствует, что не справляется со слушанием Господу. Найдите способ уверенно отправлять таких людей к Учителю. Если они последуют вашему совету, то обретут силу, в которой нуждались, и даже с избытком. Снова и снова, в течение вашей жизни, Господь дает вам события, призванные развить вашу силу, мужество и решимость. Он знал, как все это нужно вам в служении Ему. Порой эти чувства могли приходить, как приходили они ко мне, когда вы вставали вместе с другими носителями священства и произносили слова, а потому, о вы, вступающие на служение Богу, смотрите, чтобы вы служили Ему со всем вашим сердцем, мощью, разумом и силой, дабы вы могли предстать безупречным перед Богом в последний день. Когда вы давали обещание соблюдать это высокое требование и выполняли его, Господь укреплял в вашу уверенность и силу, и они будут с вами в час нужды, куда бы вас не призвали, и когда бы вас не призвали, служить делу более высокому, чем ваш личный интерес. Возможно, вы испытали эти чувства, как и я, когда однажды ясным весенним днем стоял в новой синей форме военно-воздушных сил на покрытом травой поле. Меня призвали на защиту своей страны. Тогда мы не были в состоянии войны, но я отправился на неведомую службу и знал, что она потребует от меня всего, что я мог дать, возможно, и жизни. Вместе с остальными я поднял правую руку, обещая, что буду защищать свою страну с истинной верой и преданностью, и что я принимаю это обязательство свободно, без какой-либо невысказанной оговорки и не для того, чтобы уклоняться от его соблюдения, и что я буду достойно и преданно исполнять обязанности службы, на которую я заступаю, и да поможет мне Бог. Я не сомневаюсь, что силы сдержать это обещание, а я сдержал его, развивалось во мне с тех пор, как я был диаконом. Мои первые годы в священстве я не раз бывал на тех причастных собраниях, которые тогда назывались проводами миссионера. Сейчас на призыв служить отвлекается столько молодых людей, что перед отъездом мы просто даем им возможность кратко выступить на собрании. А тогда собрание было целиком посвящено уезжающему миссионеру. На нем всегда звучала специально подобранная музыка. Я сейчас чувствую то, что чувствовал, когда квартет вернувшихся миссионеров пел «Пойду куда хочешь с тобой, Господь». А дальше звучало обещание «Скажу, что велишь мне сказать, а в конце я буду, кем быть мне велишь». Мое сердце было взволновано тогда, как и теперь, убежденностью в том, что это обещание истинно для нас с вами, во всем нашем служении священства. Мы обретем радость, отправляясь всюду, куда Бог пошлет нас служить. Мы получим откровение, чтобы говорить Его слова и приглашать детей Небесного Отца измениться через искупление и стать достойными того, чтобы вернуться домой и жить с Ним. Я чувствовал тогда, как и теперь, что наше верное служение позволит Ему изменить наше сердце, чтобы сделать нас достойными Его напарничества и служить Ему всегда. Я приношу Вам свое свидетельство, что когда мы отдадим всего себя в служении священства, Бог вселит нас в мужество, в котором мы нуждаемся, и уверенность, что Он сопровождает нас и что ангелы поддерживают нас. Я свидетельствую, что мы призваны Богом. Это Его истинная церковь и Его вечное священство. Я свидетельствую тому, что претендент Томас Монсон держит все ключи священства в мире. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok